Всемирный день донора крови объединил неравнодушных людей. Он отмечается с мая 2005 года и посвящен людям, которые добровольно сдают свою кровь для тех, кто в ней нуждается. Праздник отметили на станции переливания крови в Черкесске. Подробности у Али Баташева. Праздник не повод прерывать работу. Одним из девизов которой является лозунг «Больше крови, больше жизни». С утра виновники торжества уже в регистратуре и других кабинетах. Медперсонал станции переливания крови проводит необходимые процедуры. За месяц сюда приходят в среднем 500 и более доноров. Ирина Найденова сдает кровь уже 13-й раз. Желание стать донором появилось с момента начала спецоперации на Украине. Я понимаю, что эта кровь не идет солдатам, но чувство долга, наверное, какой-то помощь ближнему. Хотя бы такую маленькую лепту преподнести для ближнего. Вот это чувство возникло. Два года назад я стала донором. Особенно это по пути? Да, да. Ну, наверное, сострадание к ближнему, помочь. Вот это первое. На первом месте у меня стало. А не больно вообще вся эта процедура проходить? Нет, абсолютно. Если не думать об этом, не больно. При отсутствии медицинских противопоказаний кровь разрешает создавать раз в два месяца, а плазму один раз в месяц. По традиции в этот день в учреждении проходит церемония награждения. Только вдумайтесь, каждому третьему жителю планеты будет необходимо переливание крови в течение жизни хотя бы один раз. Это по статистике. И роль доноров нельзя переоценить. Слово «донор» происходит от латинского «donare», то есть «дарить». И скольким же людям вы подарили шанс на вторую жизнь на пути к почетному донору? Лицам, сдавшим свою кровь 40 и более раз, в торжественной обстановке вручают нагрудный знак «почетный донор». Кому-то я один раз сдал, кровь нужна была, после этого понравилось, думаю, хоть польза какая-то и на этом. И для себя польза, и для людей тоже поэтому. Я сначала муж начал сдавать кровь. Потом, глядя на него, я тоже решила стать донором. Оказывать тоже полезную помощь для людей. Пришлось сдавать тоже знакомым кровь по просьбе. И так, когда вызывают, никогда не отказывалась. Всегда оказываю помощь людям, потому что это очень необходимо. После процедуры сдачи крови можно получить денежное вознаграждение, отгул на работе и другие льготы и выплаты, предусмотренные федеральным и региональным законодательством. Но главным результатом донорства по-прежнему остается восстановление здоровья и спасение жизни людей. Али Баташев, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия.